Как с помощью математики обнаружить новые тренды на ютубе, на рынке ценных бумаг, либо же на улице, когда кто-то запускает йо-йо, либо же крутит спиннер, либо же тыкает попит? Собственно, сегодня на эту тематику мы с вами побеседуем! Здравствуйте, господа! Как у вас настроение? Я в соля. Отлично, соля прекрасно, ваша вселенная! Давайте же углубляться в мир дизайна ML-систем, то есть систем машинного обучения. И мы будем выполнять определенную тоску под названием То есть детектирование аномалий, детектирование новизны, детектирование каких-то выбросов и так далее. Потому что, по сути, тренды это что-то сильно отличающееся от основного, что сейчас имеется. Вот такие, прикиньте, в голове, да? Вот вы сейчас такие думаете. Что такое новое? Что такое вот что-то новенькое? Что такое что-то оригинальное? Что такое что-то уникальное? Это, вероятнее всего, что-то, что-либо в малом количестве, и при этом, вероятнее всего, оно сильно отличается от того, что находится... Вот, смотрите, вот здесь у нас есть точки, а вот здесь находится другая точка. Она отличается. Она может носить как положительную коннотацию, так и не очень положительную коннотацию. То есть она может идти во вред, а может быть прям огромная польза. И вообще, нифига себе, этот шекели, доллары, евросы, динеро и прочие такие кэш-доу-мани, да? Мы можем с этого поиметь, либо же... Ну, или просто оно нам, так скажем, будет хорошо, будет приносить счастье, радость и так далее. Собственно, это задача машинного обучения, и она называется аномали детекшн. То есть детектирование аномалий, либо же обнаружение аномалий, либо же обнаружение выбросов. Давайте же посмотрим, как она выглядит вообще в таком вот визуальном 2D мире. Нарисуем... Вот уже математические понятия пойдут, дамы и господа. Нарисуем вот эту ось Х, вот тут нарисуем ось У. Вау, ничего себе! Это прямоугольные декартовые координаты! Вау! Вот тут у нас будет находиться одна дейта, а вот здесь у нас будет отдельно стоять другая точка. Соответственно, эти элементы будут иметь очень схожие координаты по Х и по У. Эта точка, вот здесь, которая будет находиться, она будет иметь координаты совершенно сильно отличающиеся. Насколько сильно! То есть, смотрите, вот представим, что дейта находится здесь, здесь будет находиться точка. Она не так сильно отличается, как вот эта вот точка. Верно? Верно! Соответственно, если точка, вот смотрите, основная выборка здесь, одна точка здесь, в принципе, вполне возможно, это просто маленькое отклонение от основной массы. В принципе, это нормас. Однако же, вот эта вот точка, у нее намного сильнее отклонение от вот этой вот массы. Вот эта вот точка еще сильнее от вот этой вот массы. Соответственно, как это измерить? То есть, как это измерить, сильно ли отклонение и насколько профитно оно будет для нас? Для этого вводятся различные методы обнаружения, как раз таки методы обнаружения выбросов, методы обнаружения аномалии и каких-либо детекшен, novelty detection algorithms и так далее, техники. Соответственно, тут у нас могут быть как IQR, LOF, COF, Fast LOF, плюс также ODIN, ONE, DADA, Kitsune Network, Isolation Forest, плюс также MAD, Median Absolute Deviation и прочие различные вещи, связанные с Local Outlier Factor, Connectivity Based Outlier Factor, Stochastic Outlier Selection и прочие различные вещи, MLPAE, уже связанные с Multilayer Perceptron и также Autoencoder. В общем, мы можем использовать различные виды Outlier Detection Techniques. В чем их суть? Суть в том, что они замечают, вот есть определенная выборка, да? Есть определенное какое-то среднее значение, среднее значение элементов в этой выборке. Даже если вот эта вот у нас точка тоже будет, и у нас есть вот эта вот data, мы посчитаем среднее значение, то есть всех элементов, вот посчитаем среднее арифметическое или что-то наподобие такого, и те элементы, которые будут вот, вот у нас точки, да? Вот здесь у нас еще одна точка. Среднее арифметическое будет находиться где-то тут. Соответственно, мы измеряем расстояние от этого среднего арифметического до других точек, измеряем некоторую такую норму, да? Норму, длину этого вектора, да? И до этой точки мы тоже измеряем. И потом, после того, как мы измерили, мы эти все расстояния, вот так вот градацию из них делаем, и после чего смотрим, насколько они сильно отличаются друг от друга. Если эти точки отличаются друг от друга в 3 раза, в 4 раза, то есть, допустим, одни точки содержат вот определенное расстояние, а есть одна точка, которая отличается по расстоянию в 3, в 4 раза, в 5 раз, то вероятнее всего это что-то иное, вероятнее всего. Насколько положительную или же не положительную коннотацию содержит эта точка, это уже другой вопрос. То есть, когда мы выявляем какие-либо тренды, нам необходимо сперва выявить что-то сильно отличающееся, а потом понять, насколько положительно оно будет для нашей системы. Потому что тут в зависимости от того, насколько положительно или не положительно, если оно будет плохо для нашей системы, то тогда мы такие, так, ладно, это мы делать не будем. Иначе оно как-то нашу систему с точки зрения, что профита мы от нее не получим. Профит это обычно то, что, ну если с точки зрения бизнеса варьировать, то это определенный инком, то есть некоторое ревеню, когда у вас повышается, то есть ваши доходы увеличиваются, хотя первично, первично это когда ваша репутация, репутация среди людей повышается. То есть, чем выше у вас репутация, тем лучше. То есть, чтобы люди были довольны, чтобы оно приносило счастье людям. То есть, вот это вот первично, что должно быть, чтобы оно радовало людей, как-то их развивало и так далее. То есть, это первичная задача бизнеса. Далее, вторичная, это конкретно прибыль и прочее. Плюс также, даже вполне возможно, вторая, это увеличение охватов, то есть больше людей, чтобы попробовали эту услугу и так далее. И вот третье, это увеличение инком, то есть различных средств, которые мы можем получить с этого, то есть профиты определенные. Также вполне возможно, это может быть, что если мы расширяем нашу компанию, то это количество мест, сколько мы можем пригласить людей на работу и так далее. Но это такие уже другие задачи. Но это тоже, в принципе, одна из задач, что мы обеспечиваем людей работой, что они могут работать, чем-то заниматься и так далее. Но, собственно, первое, это наша дорогая репутация. Репутация мы должны максимизировать. То есть, это задача оптимизации, то есть максимизация нашей репутации, после чего уже количество людей, которые пробуют наш продукт, дальше уже идет количество инкома, revenue и прочее, и дальше уже все остальное. Окей, соответственно, у нас есть различные задачи наши бизнесовые. И плюс также у нас есть задачи outlier detection. Соответственно, если... Да, есть outlier detection, и также необходимо определить коннотацию. Вот на моменте, когда мы определяем коннотацию нашего дорогого outlierа, то есть, насколько он положителен и так далее, и так далее, то мы смотрим его связь, корреляцию. То есть, outlier, его признаки различные, его... Так скажем, если мы его будем внедрять в нашу систему каким-либо образом, то насколько большая будет корреляция с вот этими параметрами, которые мы ввели. Насколько она будет сильно хороша по сравнению с другими точками, которые у нас имеются. Допустим, в бизнесе, в нашем деле мы применяем сейчас определенные технологии, то есть, вот, допустим, обозначим их как технологии X, да? Технологии X мы сейчас применяем в нашем деле. Они приносят определенные показатели репутации, плюс также определенное увеличение нашей фан-базы, так скажем, и так далее, плюс также увеличение дохода и так далее. Соответственно, есть определенные вот такие вот вещи. И вот эти вот все элементы, они содержат определенный тоже вектор, который... Точнее, мы можем сказать определенный показатель. Мы должны сейчас делать бенчмаркинг определенный, то есть, сравнить наши показатели и сказать, что будет лучше и так далее. Соответственно, у нас есть вот эти вот определенные техники X, и у нас есть техника Y, которая вот эта вот отдельная. Мы ее обозначим как техника Y. И, соответственно, если техника Y будет намного более выгоднее, чем техника X, то тогда мы будем менять наши все бизнес-процессы или часть бизнес-процессов мы будем теперь заменять как раз-таки техниками Y. Надеюсь, что вам понятно, что мы делаем вот в данной ситуации, что вот так вот мы взяли и свичнулись немного на курс вот этот вот. Например, наша компания выпускала определенные, так скажем, средства, допустим, игрушки, да, выпускала игрушки определенные для 16 лет, для 17, для 18, для 19, для 20, то есть такое средненькое игрушки, как компьютерные, так и еще что-то. И, соответственно, был определенный охват, была определенная репутационная, так скажем, вещь, что людям нравилось, а есть что-то новенькое, что прям еще сильнее будет нравиться и еще больше будут охваты. Допустим, Ю-Ё, да, у нас такая, выпускается Ю-Ё, либо же спиннер, и мы такие, тага, мы можем частично перейти на как раз, либо добавить конкретно спиннеры, что мы будем производить, либо же полностью сменить нашу нишу на выпуск спиннеров. То есть мы можем либо остаться в той же нише, либо же мы можем перейти, мы можем остаться в той же нише и добавить спиннеры к нам, либо же мы можем полностью передислоцироваться в нашу новую нишу по выпуску спиннеров. Да, понимаете, надеюсь, что в этом имеется в виду. И, собственно, вот эта вот задача как раз-таки, это задача уже, когда мы выявили какую-либо коннотацию и наши дальнейшие действия по тому, что мы будем делать с этими аутлайерами, с этими трендами и так далее. Если конкретно аутлайер рассматривать, то с точки зрения, что мы ищем его к... В общем, процесс следующий, что сперва мы должны сделать детекцию аномалии, после чего нам необходимо понять коннотацию этой аномалии, то есть положительной и так далее, а дальше уже предпринять действия по тому, что мы будем делать. Допустим, мы обнаружили новый тренд и, соответственно, ага, точнее, мы обнаружили какую-то аномалию, что что-то вот, что-то новенькое, что-то новенькое мы можем создать. Далее мы определяем, оно будет положительно влиять или не очень положительно на наши различные показатели, которые уже были перечислены, допустим, вот видосики, да, они принесут нам репутационный какой-то взлет, они принесут ли больше подписчиков, они принесут ли нам больше как раз-таки просмотров или же других показателей, допустим, конверсии, что мы нашли новую целевую аудиторию, которая платежеспособна и так далее. И после чего мы делаем, мы предпринимаем решение, мы будем это внедрять или не будем. То есть давайте еще раз, мы сперва детектируем аномалию, дальше выявляем коннотацию положительную или так далее, дальше выявляем некоторый коэффициент, насколько у нас прирост будет, это по сути как раз-таки выявление коннотации, которая содержится, то есть насколько оно хорошо. И после чего последнее, это конкретно у нас внедрение в жизнь, в процесс и так далее. То есть вот такие вот вещи. Соответственно, как оно работает? Все вот эти вот методы обнаружения аномалий, методы детектирования аномалий и прочее. Что у нас имеется определенная дейта, и у нас есть другая точка, которая сильно отличается от другой дейты. Как это определяется с помощью математики? С помощью z-score, то есть это когда x-i-t минус μ, деленное на нашу дорогую, на сигмочку маленькую, да, соответственно, среднеквадратическое отклонение. То есть определенный элемент x-i-t минус μ, среднее математическое ожидание, деленное на значение нашей девиации, standard deviation, либо же среднеквадратическое отклонение. Окей, соответственно, также мы можем делать это с помощью IQR. IQR это когда определенный у нас есть вот median, да, есть определенные, так скажем, зоны, куда дальше идет. Также мы можем делать с помощью 3-sigma rule, то есть вот, допустим, мы нарисуем вот такое вот гауссовское нормальное распределение, либо же распределение гаусса-лапласа и прочее. Соответственно, вот таким вот образом, и у нас есть 3-sigma rule, это то, что отклоняется от средних, то есть у нас есть определенная точка, среднее арифметическое математическое ожидание, да. Соответственно, то, что будет отклоняться на 3 показателя сигмы, то есть 3 умноженное на сигма, то есть 1, 2, 3, то есть здесь у нас примерно 60, необходимо уточнить на самом деле эти показатели, сейчас, минутку. 3-sigma rule, я помню, что последнее это у нас 95 и плюс также 99,7 вроде, так, сейчас, минутку. Тик, 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 да, 68.27 это вот первая сигмочка, то есть вот она у нас, сейчас, чтобы видно было, вот у нас первая, вот если мы нарисуем, да, соответственно, вот она первая, тут у нас будет элементы 68.27%, далее 95.45, дальше 99.73. Это будет 3-sigma, то есть то, что реже встречается, то есть шанс того, что оно встретится, равняется 0.27. В принципе, это 0.27%. В принципе, это тоже реальный шанс, то есть 0.27 это достаточно такой высокий шанс тоже, но если относительно чего смотреть, да, если мы относительно 0.001, да, относительно этого мы будем рассматривать. Но относительно основных, так скажем, показателей, это достаточно редкий случай, соответственно, то, что дальше идет, то мы, так скажем, либо убираем, либо же рассматриваем как новый тренд. Соответственно, аналогичным образом IQR, там работает умноженное на, вот этот 1.5 умноженное на определенный показатель, то есть interquartile range, то есть интерквартирное расстояние. Это будет равняться 2.67, 2.68, что ли, сигмочки, 2.67, 2.68 среднеквадратического отклонения. Также у нас имеется isolation forest, это определенный метод обнаружения аномалий, основанный на, допустим, ансамбле деревьев решений, что у нас есть определенные вот здесь вот деревья, да, и вот здесь есть краевые значения, их мы учитывать не будем. То есть, вот мы нарисовали дерево, там раз, два, три расходятся и так далее, и, соответственно, то, что вот здесь вот будет, вот это вот, это у нас, вот это leaves, да, это у нас определенные вершины, ноутсы, при этом это самые главные вершины, да, и, соответственно, вот здесь вот то, что будет находиться от нее, самые первые, которые исходят, это конкретно аномалии будут в isolation forest. Также COF и LOF мы можем использовать, это определенные вещи, LOF конкретно, это у нас связанное с такой дебискан своеобразной, can you use neighbors в некотором роде, то есть метод K ближайших соседей, что у нас то, что не входит, такой плотность, мы выявляем плотность в некотором роде и так далее, то есть рисуем такую окружность и дальше уже смотрим что-то как. Также есть LOCI, также Kitsune Network, KITNET, плюс также Oddball, плюс также есть различные patch, вообще, на самом деле, огромное количество, огромное количество различных anomaly detection algorithms, я гуглил, ну, точнее, я смотрел, как раз-таки делал research свой в этой тематике, я обнаружил на данный момент 103 различные техники, на самом деле их больше, тут вопрос, насколько они будут качественные и для каких задач они будут применяться. Собственно, техник очень большое количество, в основном используются как раз-таки Isolation Forest, Z-Score, IQR, 3-Sigma Rule, плюс также LOF, COF, FastLOF и прочие различные вещички, связанные с этим, в принципе, вы можете использовать. Суть их в том, что то, что сильно отличается, мы детектируем как аномалия, после чего мы уже работаем с этими аномалиями, аномалиями. Если она нам не подходим, то мы делаем cut, соответственно, делаем нашу систему более робастной. Робастная, то есть, когда она устойчива к различным выбросам и что они не будут влиять на нашу основную дейту, на наш основной курс. Если мы делаем, что она будет anti-fragile, с точки зрения нотации и определенных слов, которые приводит нам Насим Талиб, возможно, вы слышали про него, это автор книги Black Swans и также определенная книга anti-fragility. Я могу, кстати, показать, минутку. Минутку, ребятки, сейчас, 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 вот нам. Насим Николас Талиб, да, соответственно, anti-fragile, это в некотором роде как раз-таки то, что обучается система по тем нашим outlier, да, которые сильно отличаются, то, что что-то идет совершенно иначе, то есть Black Swans, обучение по ним, но в некотором роде это такое больше научпоп, да, если рассматривать его, однако же написано человеком, который в науке больше тоже, но суть, вы поняли, что можно рассматривать как робастную систему, робастную, то есть, что она будет удалять те данные, которые не нужны, а может она обучаться на основе этих данных и так далее, это уже anti-fragility, можете почитать, антихрупкость на русском вроде называется, я не знаю, насколько на русском она описана хорошо, то есть, как переведена и так далее. На английском могу сказать, что достаточно хорошо и понятно, можно все выяснить, поэтому, да, можете ознакомиться, как минимум, тоже какое-то представление, у вас добавится новое, ну или как минимум, с точки зрения маркетинга, вы будете понимать, что сейчас более популярно, потому что одна такая достаточно популярная книга, Ну, точнее, относительно, 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 будем считать, что относительно популярно, но не прям супер-мега популярно, как Гарри Поттер, например, да? Окей, благодарю вас за просмотр этого видеоролика, пишите в комментариях, как вам это видео, насколько у вас прояснилось теперь, потому что это видео больше такое о сферах имплементации методов обнаружения аномалий, то есть где это может применяться и так далее. Вот как раз таки в анализе трендов может оно применяться, потому что, допустим, если мы про ценные бумаги говорим, то да, что какой-то резкий пик, да? Это может быть пампинг и дампинг, то есть это определенная аномалия, которая содержит неположительную коннотацию, вполне возможно, то есть то, что не сильно в данный момент времени может нам как-то помочь, хотя может помочь в некотором образе, в зависимости от того, какие мы действия от этого будем предпринимать, да? Если мы антифриджайл, но если же мы такие обычная робастная система, то она не сильно, точнее, если у нас обычная система фриджайл, то она не сильно повлияет, да? Окей, соответственно, пампинг-дампинг происходит, ага, либо же это реально тренд новый и что у нас опачки, взлетает крипта очень высоко, ага, соответственно, это очень круто, если у нас заранее были какие-либо закупленные ценные бумаги, определенные коины и так далее. Собственно, пишите в комментариях, как вам этот видеоролик, плюс также пишите в комментариях, что хотелось бы еще новое узнать, и до новых встреч, вы классные, обнимаю вас и успехов, всем пока, бай-бай.